Как посадить гибискус садовый? Гибискус считают самым прекрасным восточным представителем среди растений. Его также называют китайская роза и используют чаепитие, как вам известно. В открытый грунт высаживают таких представителей, как гибискус сирийский или садовый, а также гибискус тройчатый. Выбирайте лучше всего место, которое будет хорошо освещаться, но солнечные лучи не должны быть прямого воздействия на растения. Оно отлично переносит открытые местности с достаточным количеством воздуха и ветра. Кроме того, растение на удивление морозоустойчиво, причем все его виды. Выбирать, куда посадить гибискус нужно разумно, потому что растение в основном многолетник, на одном месте может прикрепиться на многие годы, что будет весьма прискорбно, если место выбрали неудачно или же оно быстро показалось не самым подходящим. Также нужно обозначить выбор места такими критериями, как хорошее освещение и отсутствие сквозняков. Почва, на которую высаживаете растение, должна быть очень плодородна и хорошо проницаема, чтобы вода поступала в глубокие слои. Иногда при планировке сада гибискус высаживают среди роз, с которыми это растение отлично ладит. Так как же посадить гибискус садовый? Выкупайте ямку размером корневую систему гибискуса, чтобы туда поместились полностью все корни. На одной яме нужно выстелить дренажный слой. Для дренажа обычно используют битый кирпич или керамзит. Сверху на слой дренажа мы помещаем песок, затем слой компоста примерно в 15 см и снова песок. Оставшееся пространство заполняем почвенной смесью из плодородной земли, торфа и песка. Высаживайте гибискус таким образом, чтобы его корневая шейка оказалась прямо под землей. После посадки мы должны окучить ямку, чтобы место не собирало влаги. Сразу же полейте ваши саженцы. После того, как земля сядет, нужно добавить немного почвенной смеси, которую мы использовали, чтобы подвести к тому уровню, который осел. Вообще высаживать гибискус, а также ухаживать за ним легко. После посадки, как только вы увидите, что появятся новые зеленые побеги, подрежьте засохшие стебли, то есть старые побеги, для того, чтобы растение не тратило своих жизненных сил на поддержание их здоровья, а направляло усилия на то, чтобы выращивать молодые элементы. Что касается остальных задач по уходу, то нужно регулярно разрыхлять почву вокруг саженца, чтобы она могла пропускать воду и воздух в корневой системе гибискуса. Также нужно удалять сорняки и в период цветения, то есть в период вегетации, примерно с июня по сентябрь нужно начинать носить удобрения. В этот период удобрения должны быть полезны и полны фосфором и азотом. А вот уже к земле, в зиме нужно изменить систему подкорма, используя к тому же еще калийные удобрения. Дальнейшие системы ухода продолжаются по этой же привычной схеме, если растение здоровое и не требует экстренной помощи.